Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. 1 июня традиционно состоится празднование Дня защиты детей. Этот день прежде всего напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда. В этом году в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой празднование Дня защиты детей запланировано в онлайн-формате. Это будут викторины, конкурсы на различных интернет-платформах. Ну а сегодня с моей гостью мы поговорим, какие права имеет ребенок, от кого его нужно защищать, какие типичные нарушения прав ребенка, лишенного родителей, и кто обязан защищать права ребенка. Гость студии, уполномоченная по правам детей в Самарской области, Татьяна Владимировна Козлова. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию, поговорить на актуальную, очень злободневную тему, особенно в преддверии летних каникул. Татьяна Владимировна, вот когда я была ребенком, я думала, что меня защищают мои родители. Сейчас я тоже так думаю, но уже по другую сторону баррикад, сама мама. Так вот, как же мы защищаем детей, и что вы по этому поводу думаете? Думаю, что говоря о защите детей, мы в первую очередь как раз должны говорить о том, что первый основной рубеж защиты – это как раз родители, близкое окружение ребенка, семья. И только когда вот происходит сбой на этом рубеже, подключаются государственные институты. И их не так мало, учитывая весь спектр прав, которым обладает ребенок, действительно, государственная защита складывается из многих компонентов. Это и законодательные органы, где пишутся профильные законы, принимаются, формируется правовая база. Это, безусловно, и различные ведомства. Это учреждение здравоохранения, где обеспечивается первое и основное право ребенка появиться на свет, право рождения, право на жизнь, право на охрану здоровья. Это учреждение образования, это учреждение социальной защиты, это та служба, которую представляю сегодня я, служба вневедомственного эксперта по правам и по проблемам в сфере детства. Это, безусловно, органы полиции, которые обеспечивают безопасность граждан, в том числе и несовершеннолетних. Это суды, где решаются самые, может быть, сложные вопросы, которые не удалось разрешить на досудебном этапе. Это органы прокуратуры, которые надзирают за исполнением законов отношений несовершеннолетних. И даже обозначая всю эту систему защиты, мы не можем не сказать и о некоммерческих организациях, благотворительных фондах, которые тоже стоят на защите семьи и детства и порой оказывают самую необходимую помощь в каких-то конкретных ситуациях. Поэтому, конечно говоря, о защите мы говорим о целой системе, но начинаем с родителей из семьи. Спасибо. Я не могу с вами не согласиться, но, тем не менее, Татьяна Владимировна, расскажите, пожалуйста, о службе, которую вы предоставляете. Какими злободневными проблемами вы занимаетесь? С чем и с какими проблемами к вам можно обратиться? Обратиться можно с любыми проблемами, которые касаются ребенка, когда речь идет о защите, либо о восстановлении нарушенных прав ребенка. И к нам можно обратиться как в первую инстанцию для того, чтобы получить консультацию, куда правильно обратиться в той или иной ситуации, независимо от того, что есть вот те органы, о которых я уже сказала. С чем обращаются? Спектр проблем самый широкий и количество обращений достаточно большое, аппарат уполномоченного совсем маленький, но вот за прошедший год почти 2000 обращений, я имею в виду все разные форматы к нам, ведь можно написать, позвонить, обратиться через электронную почту нашу, либо через сайт федерального уполномоченного права ребенка, либо через интернет-приемную губернатор. Именно так и поступают к нам обращения. И мы анализируем эти обращения, ежегодно представляем отчет о том, с чем к нам обратились, как мы содействовали. То есть о проделанной работе, да? Да, и кроме того, мы на основе этого анализа обращений, которые к нам поступают, обозначаем те или иные системные, может быть, проблемы, которые следуют. Если говорить о прошедшем, вот 2019 год показал, что достаточно большое количество обращений касалось системы образования, начиная с проблем доступности мест в дошкольных учреждениях, и, к сожалению, речь идет не только о ясельных группах, но и о детях старше трех лет, пока еще эта проблема находится в стадии решения. Она всегда была актуальна, и на очередь детский сад встает с момента рождения ребенка. Она была очень актуальна, но учитывая те меры, которые приняты вот в последние годы правительством Самарской области, действительно, очередность значительно уменьшилась, открыты сады, новые ясельные группы. Это действительно сделано очень много, и проблема решается, но пока она еще не завершена, ее разрешение. Много обращений связано со школьными конфликтами, действительно, эта проблема остается достаточно острой. Конфликты, в которые втянуты, как говорят, все участники образовательного процесса, это и педагог, и ученик, и родители. Все три составляющих этого педагогического треугольника, как его еще называют, это проблемы, которые связаны с уровнем жизни и условиями жизни семей с детьми. И жилищные, и имущественные, что касается детей, и имущественных проблем. То есть это острая проблема алиментов, получение алиментов на содержание ребенка, различного рода наследственного, проблемы оформления наследства на ребенка. То есть спектр проблем достаточно широкий, и мы содействуем решению, безусловно, путем взаимодействия с профильными ведомствами, которые я уже назвала. И, кроме того, нередко мы оказываем содействие благодаря взаимодействию с моими коллегами в других регионах. Татьяна Владимировна, я, знаете, сейчас хочу задать вам вопрос, чтобы вы просуждали вот на какую тему. Порой от современной молодежи, продвинутой, конечно, я сейчас имею только положительную сторону этого аспекта, можно услышать подчистую в адрес педагогов, вот вы сейчас говорили о школе, родителей также. Ты нарушаешь мои права, я имею на это право. Скажите, пожалуйста, вот действительно сейчас так информирована молодежь о своих правах, и с другой стороны, дети к вам обращаются, если нарушаются их права, если они знают закон? Безусловно, учитывая ту работу, которая проводится всеми, в том числе и уполномоченным правом ребенка по правовому информированию, действительно, дети сегодня очень информированы о своих правах. Мы пытаемся вот в этой информационной работе делать акцент не только на правах, а о том, что положение человека в обществе, в том числе и ребенка, определяется не только правами, а его обязанностями и ответственностью. Это очень важный момент, который мы всегда обсуждаем в детской аудитории, когда ведем такую просветительскую работу. Да, я прошу прощения, то есть вы хотите сказать, что сначала иди исполни свои обязанности, а потом уже, как говорится, говори о своих правах, верно? Ну, мы не всегда расставляем вот приоритеты, с чего начинать, но действительно говорим о том, что правовой статус, он состоит из прав, обязанностей и ответственностей. И об этом очень важно помнить, и говоря о своих правах, нужно помнить о том, что ты сделал для того, чтобы это право было реализовано достойно, и всегда ли твое собственное поведение находится в рамках закона нравственности и морали. Конечно. Да, обращаются и дети, и тоже обращения бывают самого разного толка. Вот было, например, обращение от ученика старших классов, связанного с военными сборами и его пацифистскими убеждениями и возможностью, учитывая, что есть у нас формат альтернативной даже военной службы, возможность пройти эти военные сборы ученические в каком-то ином формате. И компромиссный вариант с педагогами, с системой образования в данном конкретном случае, после нашего вмешательства, был найден. Был найден все-таки, да? Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот как сегодня в период самоизоляции организовать отдых детей? Лагеря пока не работают, дети предоставлены сами себе, родители, понятно, на работе. Вот давайте начнем с темы летнего отдыха, тем более, что каникулы, как я уже сказала, начались. Действительно, сегодня мы все, и взрослые, и дети, живем в особых условиях. Я имею в виду эпидемическую ситуацию, с которой столкнулся весь мир, и в том числе и Самара, и наш регион. Мы живем в особых сегодня условиях и вынуждены соблюдать определенные требования, заботиться о собственном здоровье, о здоровье своих близких. И в этом смысле мы начали с первого рубежа, с родителей. Действительно, и в этом смысле особая ответственность лежит на родителях в плане разъяснения детям вот тех рисков и опасностей, которые существуют. В плане контроля за поведением детей, где они бывают, как они себя ведут. И в плане собственного законопослушного и безопасного поведения. Потому что, ну, мы знаем о том, что можно объяснять сколько угодно долго, но если ты сам делаешь не так, как надо, ребенок это видит. Личный пример все-таки показатель, да, в первую очередь родительский. Конечно. И ответственность, и нагрузка на родителей вот в этих условиях, она, безусловно, оказалась колоссальной. Будь то в период дистанционного обучения, я думаю, что вы и лично, наверное, столкнулись с этим. Не хочу вспоминать. Будь то и сегодняшний период, когда закончился учебный год, и мы говорим сейчас об особенностях организации досуга для ребенка, вот для детей, вот в этих сложных условиях. Что касается системы образования, вы в начале передачи практически анонсировали то, что действительно делает система образования, в том числе дополнительного образования. Сейчас уже начаты многие онлайн досуговые культурные программы, к которым привлекаются дети и родители. Могу сказать, что вот 1 июня, в День защиты детей, Самарский дворец детского и юношеского творчества начинает большую программу, онлайн программу, которая называется «Интерактивное лето 2020». В рамках этой программы пройдет большое количество детских тематических флешмобов, программ, которые направлены на развитие творчества, прикладного искусства. Совместно с Роскомнадзором будет реализована программа, направленная на интернет-безопасность. На протяжении всего июня будет реализовываться этот проект, по итогам которого наиболее активные ребята, кто будет активно участвовать во всех этих онлайн мероприятиях, будут отмечены дипломами и какими-то призами организаторами. Елена Владимировна, но все равно же это не будет только интернет, да, это будут все равно какие-то творческие мероприятия, творческие конкурсы. То есть нельзя будет сказать, что вот ты включил компьютер, да, я занимаюсь на онлайн-конференции, то есть я по делу, да, может так сказать, ребенок. Но тем не менее какие-то задания выполнять будут? Конечно. И вот здесь мы опять возвращаемся к родителям, к контролю, к взаимному участию с ребенком вот в этих всех мероприятиях, которые предлагаются. Или поиск своих собственных. Если родитель считает, что он в состоянии обеспечить ребенку вот этот досуг в более интересном и полезном формате, это замечательно. Что же касается лагерей, о чем вы сказали, действительно, ну мы сегодня вот все в таких условиях, работа по подготовке всех лагерей на территории Самарской области проведена, и все лагеря готовы к тому, чтобы принять ребят, да. И, ну, как вся наша жизнь сейчас строится, как только Роспотребнадзор обозначит возможность вот открытия этих лагерей, будет принято такое решение, они готовы принять ребят. Мы все в ожидании улучшения эпидемической ситуации в регионе. Спасибо. Татьяна Владимировна, давайте все-таки вернемся непосредственно к вашей работе. Скажите, пожалуйста, сколько обращений за, вот вы 2019 год озвучили, за 2020 год поступило на ваше имя, все-таки какова тематика этих обращений, и вот какие проблемы в защите прав детей вы на сегодня считаете наиболее актуальными? Ну, я вот уже отвечая на вопрос по прошлому-то году сказала, не назвала, что из года в год, к сожалению, растет количество обращений, где обозначается проблема вообще безопасности детей, причем разного формата, начиная от неблагополучия в семье, от проблем на улице в подростковой среде, и проблемы, связанные с тем, что дети становятся не просто участниками, а потерпевшими, например, в дорожно-транспортных происшествиях. Интернет-безопасность, то есть разный формат безопасности ребенка, вот эти обращения, они остаются в приоритете и в предыдущий год, и в этом году. Естественно, вот та ситуация, в которой мы сейчас все работаем, она изменила и формат несколько нашей работы, и характер обращений, которые поступают. Мы сегодня почти работаем в обычном формате, за исключением проведения личных приемов. Сейчас личные приемы не проводятся, мы даем телефонные консультации, и работаем с теми обращениями, которые поступают вот по почте, в том числе по электронной и так далее. То есть на простом банальном примере можете привести? К вам обратились, и вот процедура вашей работы до конечного результата какова? Разный формат этой процедуры в зависимости от характера проблемы, от той специфики соучастников, кто будет заниматься решением этой проблемы. Ну, например, алименты, я уже сказала, решение этих проблем, содействие решения этих проблем связано с нашим очень тесным взаимодействием со службой судебных приставов. У нас проходят вот до периода самоизоляции совместные приемы, и действительно в ряде ситуаций, когда речь идет о недостаточно действенных мерах, принятых судебными приставами на местах, наше взаимодействие с управлением приводит к тому, что работа активизируется, и заявители начинают получать алименты. Или, например, если речь идет о проблемах, которые решаются в рамках взаимодействия с коллегами в других регионах. Вот конкретный пример. Женщина с маленьким ребенком, в свое время практически с новорожденным, приехала к нам из Луганской Народной Республики, не успев там оформить документы на ребенка, и здесь делались запросы органами ЗАГС. К сожалению, ответов так и не поступало. После того, как я провзаимодействовала с коллегой, с Уполномоченным правом ребенка в Луганской Народной Республике, она оказала содействие путем активного взаимодействия с Министерством юстиции их, и ответ был получен, что позволило ребенку оформить соответствующие документы. Или, например, вот с Владимирской областью мы взаимодействовали с моим коллегой, поскольку возникли проблемы с вступлением в наследство, которое находится как раз там. И вот благодаря нашему сотрудничеству были получены соответствующие документы для того, чтобы представить их нотариусу и оформить наследство на ребенка. То есть, если речь идет о каких-то образовательных проблемах, вот обращаются, например, отказали в предоставлении места в садике, посодействуйте. Мы, безусловно, пытаемся содействовать, но разъясняем, что не мы выделяем места в дошкольных учреждениях, но порой, когда мы начинаем вмешиваться, да, даются более эффективные разъяснения. Например, увеличить количество или заменить перечень тех детских садов, которые изначально заявитель обозначил в многофункциональном центре. И это детские сады, где действительно перегружены они и в ближайшие перспективы сложно получить место. Но есть варианты заменить сад какой-то другой и получить место в том, например, детском саду. Вот этого разъяснения до того, как мы вмешались, получено не было. То есть разные варианты и разные форматы содействия. Скажите, пожалуйста, Татьяна Владимировна, вы давно работаете? Давно. Давно. Вот я так предполагаю, что вас сложно удивить, наверное, какими-то случаями. Но вот тем не менее, из вашей практики расскажите о сложном случае, когда вам удалось восстановить нарушенные права детей. Ох, сложно выделить что-то одно. И каждый случай, который... Ни один из тех случаев, с которыми нам пришлось столкнуться, нельзя назвать какой-то банальный, такой формат обычный. Каждый случай, он индивидуальный, и по нему приходится работать. Единственное, я могу сказать, что, например, мы, когда говорим о каких-то международных форматах нарушения прав ребенка, ну, был, например, случай, когда к нам обратилась заявительница, состоящая в браке с гражданином Камеруна. Наша заявительница, которая живет у нас в Самарской области. И речь идет о ситуации, которая разворачивается именно здесь, а не где-то, например, в Камеруне. Вот отец ее детей, гражданин Камеруна, попал в ситуацию, что речь шла о депортировании. И вот когда она обозначила нам эту проблему, после взаимодействия с управлением по вопросам миграции, были даны очень четкие разъяснения этому гражданину поэтапно, как действовать и так далее. И благодаря нашему взаимодействию с профильной службой, гражданин получил право на временное проживание и вопрос о депортации отпал. То есть семья сохранилась в полном составе. Семья сохранилась, да. Ну, это вот как частный пример такой. Или, например, казалось бы, когда речь идет о доступности медицинской помощи, вроде бы все у нас отлажено и все четко. Но обратилась многодетная мама, один из детей, у которой ребенок инвалид, прооперированный на двух ножках и маломобильный вследствие этого. Семья живет в отдаленном районе, и возникла необходимость повторной консультации и решения вопроса о дальнейших действиях. Казалось бы, ну, обычные вопросы, и все отлажено. А мама обратилась здесь с тем, что у них нет транспортного средства. Доехать они не могут, такси заказывать для них очень сложно. И опять просто путем взаимодействия с Министерством здравоохранения внимательно изучили эту ситуацию, и по итогам нашего взаимодействия был выделен санитарный транспорт с сопровождающим медицинским сотрудником, привезли на консультацию, вернули необходимую медицинскую помощь. Казалось бы, в такой необычной ситуации была оказана. Спасибо вам большое. Я хочу задать вопрос. Проблема высаживания детей из общественного транспорта. Сейчас вот тоже летний период. Вопрос, мне кажется, этот актуальный при отсутствии билетов. Вот понятно, что контролеры, кондукторы, не хочу утверждать, но, возможно, ставят под угрозу жизнь и здоровье детей. Скажите, пожалуйста, какие меры предпринимаются, чтобы вот эта порочная практика прекратилась? У нас были подобные обращения в зимний период, когда действительно в подобных ситуациях вопрос сохранения жизни и здоровья. И ребенка, когда высаживается в мороз и так далее на улицу, было такое обращение, и мы по нему взаимодействовали с руководством транспортных компаний, с министерством транспорта. И по итогам этой работы, во всяком случае, мне был дан ответ, что со всем личным персоналом, работающим на транспорте, была проведена соответствующая информационная работа о недопустимости высаживания ребенка в темное время суток, в зимнее время и так далее, с угрозой жизни и здоровью ребенка. Такая работа проведена. Сейчас несколько иная ситуация, и я знаю, что просто те же кондукторы предупреждены и имеют право не пускать в транспорт, например, тех, кто не имеет маски. Потому что действительно вот в этот период это создает угрозу здоровью и окружающих, и самого ребенка или взрослого. Это зачастую ситуации, связанные в первую очередь с человеческим фактором, с поведением самого кондуктора. Эта работа работодателями проводится. Татьяна Владимировна, скажите, пожалуйста, что делается на сегодня вашим ведомствам, ну, если не вашим, то есть ли информация по поводу возвращения льгот на поступление в ВУЗа в бюджетные места для детей-сирот? Могу сказать, что вопрос этот постоянно обсуждается, периодически поднимается и обсуждается, но есть разные точки зрения на этот счет, и в частности высказывается мнение о том, что высшее образование – это не социальные меры поддержки. Это все-таки определенный высокий уровень образования, для которого должны быть не социальные показания, а интеллектуальные возможности ребенка, его успехи, его успехи и предметные, скажем так, и социальные. Поэтому ведь, посмотрите, расширяются меры поддержки и льготные категории при зачислении в ВУЗа, но там во главу угла все-таки ставится уровень знаний ребенка, и столько много дискуссий и разговоров о ЕГЭ, но тем не менее результаты ЕГЭ позволяют ребенку, в том числе и из этой категории, и в том числе проживающими очень далеко от того или иного в ВУЗа, подать документы и быть зачисленным. Или, например, ребенок, проявивший себя, опять же, творчески в всероссийских конкурсах и олимпиадах. Это тоже механизм, который позволяет ребенку, у которого есть ресурсы для получения высшего образования, использовать свои вот эти наработки для того, чтобы быть зачисленным. Дополнительные преференции какие-то дают, да? Конечно. Либо участие в волонтерской деятельности, социальная активность любого ребенка из любой категории, сейчас это тоже критерий, который позволяет быть в льготной категории для того, чтобы это тоже было использовано. Но вообще говоря, действительно, этот вопрос постоянно обсуждается. Больше того, я бы рекомендовала законным представителям и самим ребятам очень внимательно знакомиться с уставом и условиями приема в каждый конкретный ВУЗ. Потому что там можно найти какие-то дополнительные моменты, которые позволят использовать свои наработки для того, чтобы быть зачисленным в учебное заведение. Татьяна Владимировна, 2020 год и сложившаяся ситуация все-таки сказалась на работе ведомств. Я думаю, что Ваше не исключение. Скажите, пожалуйста, как Ваша работа происходит в таких условиях? И изменился ли все-таки характер проблем, с которыми к Вам обращаются? Ну, действительно, условия, в которых мы работаем, заставляют менять и режим, скажем так, работы для нас. Это, вот я уже сказала, коснулось только того, что мы сейчас временно не проводим личные приемы. Все остальное осталось как бы в том же формате. Единственное... Все на контроле? Единственное, мы сейчас не посещаем, естественно, детские учреждения в условиях карантина. И даже когда откроются летние лагеря, думаю, что они будут работать в таком формате, что посещения тоже будут отменены. Что касается характера обращений, то на этапе начала режима самоизоляции и начала дистанционного обучения, о чем мы уже говорили, были обращения, связанные с предоставлением техники компьютерной тем семьям, где было несколько детей. И вопрос этот решался, Вы знаете, Министерством образования и на местах, и много семей, многодетных семей были обеспечены этой техникой. Обращались родители, которые потеряли работу и доход, которых резко упал. И по этим обращениям мы взаимодействовали не только с Министерством социально-домографической и семейной политики, который принимал соответствующие меры, но и вот как раз с благотворительными фондами, о которых я говорила, в частности и с благотворительным фондом «Радости», и с региональным отделением российского детского фонда, они оказывали помощь вот таким семьям. Несмотря на период самоизоляции, вот особенности в режиме работы, мы продолжали работать и с ребятами. В частности, в апреле мы совместно с Самарским дворцом детского и юношеского творчества проводили региональный этап всероссийского конкурса, который инициировала Анна Юрьевна Кузнецова, федеральной уполномоченной, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Проект назывался «Письмо солдату о детях войны». Очень интересный проект, проходил по трем номинациям. Рисунок, эссе и видеоролик. Более 70 работ мы получили вот в такую региональную конкурсную комиссию, и три номинанта были отправлены на этап всероссийский, двое из них уже стали лауреатами. Кроме того, вот уполномоченный входит в состав рабочей группы «Безопасность детства», которая создана при оперативном штабе у нас в области вот по противодействию распространения коронавирусной инфекции, где мы обсуждаем самые острые вопросы, которые в том числе и обозначаются вот через уполномоченную правом ребенка. Спасибо вам большое. Наша беседа подошла к концу. Хочу предоставить вам заключительное слово по традиции программы. С праздником вас, во-первых. Спасибо, и вас. Да, и, конечно же, поздравить с праздником всех наших дорогих, любимых детей, пожалуйста. Ну, я бы хотела обратиться и к детям, и ко взрослым, и поздравить действительно с наступающим праздником Днем защиты детей. И пожелать мира и добра нашим семьям. И сказать о том, что пусть, несмотря на все проблемы самоизоляции, в каждой семье царит любовь, взаимопонимание, и пусть все, и дети, и взрослые будут здоровы. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу Город С. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова